Здравствуйте, мои дорогие! С вами Татьяна. Сегодня мы с вами поговорим о сумках. Загадите ко мне на канал, в гости, располагайтесь, налейте себе чайку, и мы с вами поболтаем. Сколько же нужно сумок женщине? Ну, наверное, в идеале, чем больше, тем лучше, чтобы подходила сумка под определенный образ, стиль одежды, чтобы она была какой-то летней, весенней, осенней, зимней. Потому что под зимнюю одежду как-то не очень иногда подходят сумки такие яркие. Хотя это очень спорное утверждение. Часто, густо я вижу на улицах города молодежь одевает яркие и одежды зимой. Нет уже такого, как в советские времена, черные, серые, ходили синие, да. Сейчас одеваются ярко, естественно, можно зимой тоже одеть на себя яркую сумку, взять в руку яркую сумку, и образ будет запоминающийся, будет привлекать к себе внимание. Так что это, по-моему, дело каждой девушки, каждой женщины, как ей одеваться. Ну, я начну с того, какие у меня сумки. Зимой я ношу только две сумки. Я не богачка. И покупаю сумки в такой среднеценной категории, которая где-то от 100 долларов больше, чуть до 200 долларов, либо немножко меньше 100 долларов. Ну, такие, чтобы они желательно были качественные и кожаные. Но это тоже не такое стопроцентное мое требование. Сумка должна быть удобной, подходить вам по размеру, потому что маленькой, например, девушке или женщине не очень пойдет такая огромная сумка. Хотя, опять же, есть исключения. Например, Виктория Бекхан любит большие сумки. А она, на самом деле, очень дёрная девушка. Поэтому рушим все правила, одеваемся, как нам нравится, и будем выглядеть интересно и счастливо. Ну, вот мои зимние сумки. Вот эта сумка уже у меня старенькая. Она... Я купила Карла Пазолини. Она очень мягкая. Такая, видите. Есть ремешок длинный. Здесь вот, видите. Можно сюда прицепить. Ну, я его не нашла, честно говоря. Поэтому показываю саму сумку. Она мягкая форму. Принимают такую, как вы... Сколько здесь положите, так она и будет выглядеть. Ну, такая вот цвет подойдет. Мне кажется, это очень базовый цвет. И такая сумка подойдет под многие наряды. Зимние, осенние. Вот. Это такая сумка. И, естественно, в ней есть чёрная сумка. Я, вы знаете, для себя приняла решение, что в первую очередь я за сумкой захожу в Эльфаер. Ну, не знаю, как это звучит. Такая фирма. И там неплохие сумки. Сумки где-то в районе 100 долларов. На скидки даже меньше. Можно за 60-70 долларов. Купить полторы тысячи, две тысячи гривен. Вот они кожаные. Эта сумка мне очень нравится. Я её постоянно таскаю. Посмотрите. Она вот так вот выкрепит. Здесь внутри есть отделение. Ой, вот оно. Здесь с одной стороны карманы. С другой стороны здесь телефон можно положить. И здесь ещё и секретные есть карманы. Я их сразу даже не увидела. Их продавцы мне, когда рекламировали эту сумку, тоже не сказали, что есть ещё такие карманы. Вот с этой стороны и с этой стороны. И эти сумки очень, кстати, качественные. Вот видите, здесь ещё тоже кармашек. Я люблю, когда здесь карманы тоже есть внешние. Чтобы сумку каждый раз не открывать. Что-то сюда можно для такого метро. Карточку метро или ещё что-то. Каждая женщина раскладывает сумку, как ей удобно. Так вот, эта сумка получается с двух сторон ещё вот такие. Есть кармашки вот здесь. Можно что-то положить. И так, видите, хорошо закрывается. Вот редко когда раз и захлопывается. То есть, эта сумка, я её уже дальненько, честно говоря, ношу. Но с ней ничего не происходит. Вот она очень хорошо держит форму. В последнее время я беру такие сумки, которые держат форму. И мне они очень нравятся. Вот первая сумка. Сумка тёмная, чёрная. Вот. Есть у меня там небольшая... Я не стала уже показывать чёрненькая, старенькая. Но, знаете, как-то вот уже показывать такое потёртое старое не очень-то хочется. Вот. Вторая сумка, которую тоже, в принципе, можно и зимой носить. Вот она такого фиолетового цвета. Это такая сумка, не знаю, можно где-то пойти погулять. Возможно, куда-то там, я знаю, в ресторан. Ну, она самая обычная, ничего не такого нет. Но она своим цветом берёт. Видите, такая тёмно-фиолетовая. И в этом же году, вы же знаете, самый главный цвет года. Это ультрафиолет. И все оттенки фиолетового, лавандовые. Так что эта сумка как раз в тренде. Хотя она покупалась уже давненько. И с ней тоже ничего не случилось. Потому что она редко носится. Потому что она такая... Она не под всё подойдёт. Немножко она обязывает, правда? Ну, такая сумка очень... Сюда тоже может поместиться. Видите, так внутри тоже неплохо сделано. На цепочке. Ой, цепочка упала. Ну, цепочка такая длинненькая. Ну, вот такая сумочка у меня есть. Так, есть такая сумка походная-походная. Тоже на такой цепочке. Это тоже она очень старенькая. Я её редко уже ношу. Ну, просто как вариант, что иногда можно там схватить её, если что-то положить. Такой телефон, я знаю, карточки, помаду, тушь. Ну, какую-то косметику, да. И побежать куда-то. Тут же даже в магазин сбегать. Либо ещё, я знаю. Ну, куда угодно. Можно с такой сумочкой, если ничего с собой больше не брать. Так, эта сумка. Ложу на пол, потому что не знаю, куда ложить. Так, из маленьких сумок. Вот. Ладно, маленькие. Потом кушу. Вот из таких неформальных сумок я купила сумку такую вот в промот. Видите? Она здесь свыше. Какая-то плетение. Это как её назвать? Эту вставочку. Скорее, какой-то макраме, наверное. И вот здесь натуральная замша. Ну, такая вот сумка на длинном ремешке. Ну, такая под что-то такое стиль боха, да. Что-то неформальное. Тоже можно одеть. Ну, честно говоря, в последнее время я реже как-то начала носить. Иногда одеваю летом, когда однотонное что-то. Вот, например, белое платье такое. Или платье какая-то в полу. Такое что-то стиль боха, да. Народном стиле. Вот можно что-то такое одеть. И одеть эту сумку. Вот. Такая сумка. Так, из больших сумок, ну, как больших, средних. Больших шопперов у меня нет. Я почему-то не очень. Они мне нравятся. Вот это вот Вольфер. Вольфаре или Вольфер, как-то это называется. Вот. Ещё одна сумка, она такая же, как чёрная. Вот. И в чёрной, и в этой сумочке, вот видите, такая кожа. Она из неё царапает, ни ничего не остаётся. И эти сумки очень долго служат. Вот кто, девочки, имеют ограниченный бюджет, я советую покупать такие сумки вот такого плана. Когда кожа хорошо себя ведёт и долго служит. Вот такая вот голубая сумка. Я вообще очень люблю голубой цвет. И она тоже на ремешке. На таком длинном. Его можно регулировать. Здесь вот есть такая вот штучка. Вот. Вот фарнитура здесь такая золотая. Под золото, скажем так. Здесь тоже открывается, закрывается. Занки очень хорошие. Кстати, в этой фирме всегда очень хорошие занки. Так. Она внутри тоже самое. Там внутри. Вот я люблю, когда здесь такой секретный отдел. Где можно спрятать такой документы. Там что-то. И здесь вот есть, здесь кармашек. Вот кармашек для телефона, ещё для чего-то. И вот такая она очень вместительная. Держит форму. Мне нравятся сумки, которые держат форму. Повторяюсь. Такая вот голубенькая сумка. Вот я очень её люблю. Ношу очень часто летом. Так. Голубенькая. Следующая сумка. Такая вот тоже вельфайр. Вот. Бежевого цвета. Тоже. Здесь внешний карман есть. Ну, здесь ручки такие вот падают. Там ручки жестко зафиксированы. Вот так вот, да. А эти ручки вот так вот они падают. Так. Вот она вот с этой стороны. Здесь такая маленькая надпись вельфайр. Вот. Это уже сумка помягче. Но, видите, это очень мягко, но всё равно держит форму хорошо. Что в этой сумке? Она тоже имеет длинную ручку. Ну, правда, я её не взяла. Здесь вот. Ой, господи. Ну, в общем, не взяла я. Тоже можно ручку прицепить длинную и ходить носить её как кроссбоди. То же самое. Они внутри. Вот они какие-то все очень однотипные. Но мне сумки такие очень нравятся. Вот здесь тоже для документа. Видите? Этот такой отдел мягенький. Здесь, опять же, карман есть такой. И с этой стороны телефон. Там для всяких мелочей. Вот такая вот сумочка. Она тоже мне очень нравится. И у неё базовый цвет. Вы же знаете, что бежевый цвет подходит под многие вещи, под многие луки. Поэтому эта сумка тоже мне очень-очень выручает. Вот такой формы она. Ну, видите. Ой, надеюсь, вам видно. Такая мягенькая, хорошенькая. Тоже она мне нравится. Так. Следующая сумка. У меня уже тоже старенькая. Такая вот она уже поменьше. Это тоже кроссбоди. У нас серебряного цвета. У меня есть там босоножки серебряные несколько. И тоже она имеет вот такой отдел. То есть карман внешний тоже. Здесь нужно положить то, что нужно сразу достать. Кто уложит ключи, кто там, не знаю. Даже телефон здесь держит в этом месте. Вот она самая обычная. Вот такого размера. Что здесь? Ну, вот, естественно, на таком крабике, да, или как это называется. Вот эти вот. Можно снять. Ну, тут коротенькое и нету. Ну, вот здесь вот штучки такие есть, да, кстати. На вот этих сумках тоже есть вот эти ножки железные. Это очень хорошо. Это тоже, кстати говоря, говорит о качестве сумки. И если у нее есть вот такие вот ножки. Дорогие сумки всегда делают вот с таким вот. С такими ножками. Так, что у этой сумки? Самая обычная сумка. Ну, она мне тоже нравится. Она мне очень вручает. Кстати, она маленькая, но вместительная. Вот видите, здесь пудра лежит. Я просто недавно брала. Ой, что у меня машинка. Это флешка, кстати говоря. Так, значит, тут два отделения. Значит, это, это. И с этой стороны тоже отделение. Посередине уже нет. Но она такая вот, знаете, много сюда можно положить, накидать. То есть здесь карманчик. И вот внутри кармашки. Вот такая сумочка на длинном ремешке. Тоже хорошая сумка. Я привыкаю к сумкам. Ну, естественно, когда берешь, то она же тебе нравится, эта сумка. Значит, она уже твоя. Ты к ней привыкаешь. Ты ее носишь с удовольствием. Так что берите сумочки. Такие, которые вам нравятся. Подходят под многие вещи. Если у вас ограничен бюджет, то берите какие-то очень базовые сумочки. И, конечно, желательно бы вкладываться в качественные сумки. Она может быть не какого-то крутого бренда. Но она должна как-то форму держать, как-то выглядеть хорошо. И хорошая сумка прослужит вам долго. И, естественно, будет вам настроение поднимать, а не ухудшать его. Ну, вот есть. Я когда-то уже вам показывала, когда ехала во Флоренцию, собирала чемодан. Есть у нее такая сумка. Она уже старенькая, такая поношенная. Ну, такая. Она тоже кожаная. Я ее купила в Венеции. Мы когда-то были в Италии. И как на память такое, что-то маленькое. И она тоже на длинной ручке. Ее можно носить в кроссбоди. И такая сумка, она помещается в багаж. И всегда она в поездке тоже мне выручала. Потому что маленькая, мягенькая. Ее там сложил. Мало места занимает. И дополнительная сумка никогда не помешает в поездке. Тем более, когда ходишь, например, по экскурсиям. Если едешь за рубеж, по музеям, по экскурсиям каким-то. По городу просто загуляешь. Хочется что-то носить с собой очень легкое. Не громоздкое. И вот эта вот сумка, я ее часто брала с собой. И тоже она мне выручала. Она не какая-то там супер модная. Или какой-то красивой формы. Просто очень удобная сумка. Я прежде всего за удобство в поездках поступаю. Так что эта сумка мне очень долго послужила. И вот за медальтой сумки я решила купить. Ну, уже более такую приличную сумку. И я уже вам показывала в предыдущем видео, что я привезла в этом году из Далии. И вот эта вот сумочка тоже стала у меня любимой. У нее очень хорошая такая кожа, которая очень такая царапа-нецарапа. И на ней мало что остается, какие следы. И эта сумка мне тоже, я думаю, послужит. Дона Каран Нью-Йорк. И цвет у нее приятный, хорошенький. И я не знаю, я вам показывала здесь вот такой вот, я не знаю, что такое. Украшение, короче говоря. Здесь есть тоже такая железная, на железной змейке карманчик. Здесь тоже железная. Вот она так выглядит. Так что у нее здесь есть. Ну, в общем, тоже есть маленькие такие боковые карманчики. Очень удобная сумка для телефона, для каких-то мелочей и большого количества парфюмерии. И еще там, не знаю, влажные салфетки. Сюда она поместится. И эта сумка имеет вот коротенький ремешок, я его сняла. И длинный ремешок. Кроссбоди, его можно регулировать. Видите, там можно вот это вот делать больше-меньше, как вам нравится. Ну, такая сумочка, я ей очень довольна. Она мне подходит под многие вещи. Вот это платье, например, тоже подойдет. Ну, вот такие вот сумки. Так, ну, это вот самая маленькая, можно даже сказать, она самая маленькая. У нее вот рука. И такая вот сумка. И еще у нее сумка такого необычного цвета, кораллового. Вот у нее есть такое платье, видите, такое коралловое. Сейчас я сплю. Так. И вот такая сумка Тоскобзу. Может быть, знаете такую фирму. Вот видите. Там он выбито вот здесь. Она такая. На ней никаких украшений нет. Вот железная змейка, видите. Только единственное вот это украшение болтается. С этой стороны нет у нее кармашка. Это ее недостаток. А достоинство это то, что она вместительная. Она такого красивого кораллового цвета. У меня там есть рубашка тоже такого цвета. Просто под белое тоже можно одеть. Как бы бежевую обувь и такую сумку. И она будет таким ярким акцентом в вашем наряде. Ну, в моем наряде, по крайней мере. Эта сумка мне очень нравится. Я с ней позапрошлым году в Италию ездила. Ее убрала, прогуливала ее по Италии. Вот она так, видите, как она как шоппер, можно сказать. Выглядит. Ну, здесь вот карманчик такой вот застегивается. Видите. С этой стороны тоже там, я не знаю, для телефона, для этого. Ой, не знаю, как показать. Правильно показываю вам. Видно, надеюсь. Так, вот такая она. Очень такая яркая, прикольная сумка. Очень и очень мне нравится. Я вот смотрю, когда на такой цвет. Он мне как-то поднимает настроение. Поэтому эта сумка позитив у меня. А вы же знаете, девочки, я вот вам советую побольше в своем гардеробе покупать и носить такие вещи из коралл. С каким-то, не знаю, либо с коралловым рисунком, либо просто коралл. Коралловый идет и блондинком, и брюнетком. Поэтому это очень такой универсальный цвет. И цвет такой позитивный. Он не оранжевый, а такой более интересный. И коралловый цвет очень освежает. Ну, в общем, я считаю, что это очень хороший цвет. Советую обратить вам на него внимание и что-то приобрести. И посмотрите, как у вас будет хорошее настроение, когда вы будете надевать любимую коралловую вещь. Ну вот, сумка позитивчик мой. Ой, что я рассказала? Про сумки рассказала. Еще вот мне доченька прислала такой органайзер, подарила мне. И вот в эти сумки помещается... Где-то под органайзер. Ой, что-то упало. Господи. Видео мое. Ну, смотрите, если я хочу поменять сумки, я просто беру... Вот это вот достаю. Достаю телефон оттуда, меняю сумки одну на другую. И это очень с органайзером, мне кажется, замечательно. Быстро можно сменить одну сумку на другую. Потому что всегда утром, когда мы решаем взять другую сумку, у нас очень всегда мало времени. Не знаю, какой... Ой, у меня проблема. Я постоянно опаздываю. Все время спешу по утрам, поэтому вот эта вещь мне очень сильно выручает. Она вот такая вот смешная. Смотрите, корицы, они же любят вот такое все смешное. Я когда смотрю на этот органайзер, всегда вспоминаю мою доченьку Анечку. Привет, моя дорогая. Привет, Димочка. Ну вот, я вам рассказала про сумки. Так вот, друзья мои, ну сколько же нужно сумок женщине? Мне кажется, что сумки, по крайней мере, нужно две, чтобы было в гардеробе. А если будет больше, ну это уже хорошо. Так что желаю, чтобы вам ваши любимые дарили сумочки на праздники. И те, которые вам нравятся. Некоторые девушки даже так поступают. Они говорят, мне нравится вот эта такая сумка, дорогой, купи мне. Это, конечно, не поступает. Я достаточно хорошо зарабатываю. Мне такая хорошая профессия, я считаю. И поэтому свои сумки я покупаю себе сама. Желаю вам здоровья. Желаю вам счастья, чтобы у вас все получалось в вашей жизни. Хорошее настроение вас всегда сопровождало. Если бывают точки на небосклоне, пусть они быстренько-быстренько рассеются, уходят. Не надо. Нам нужно солнышко, нам нужно здоровье. Так что, мои дорогие, будьте счастливы. С вами Татьяна. Подписывайтесь. Вам не трудно, не приятно. Пока-пока, мои дорогие. Пока.